Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала Уллправда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Были джунгли, станет сквер. На промышленной обустраивает место отдыха по-новому. В мае моряки сами сделали и установили памятник. Ульяновские земледельцы приступили к уборке озимой пшеницы и трав. В северной части города перекроют дорогу на месяц. Водителя иномарки, уходившего от погони и угодившего в канаву, задержали полицейские. Инцидент произошел 26 июля в центре Ульяновска. На Гончарова сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Toyota Camry. Но водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. На пересечении улиц Минаевой железной дивизии машина вылетела в канаву, вырутую для ремонта теплосетей. С места ДТП водитель транспортного средства скрылся. Нарушителем оказался 22-летний местный житель. На него составлены административные протоколы. Они направлены в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с действующим законодательством оставление водителя места совершения ДТП влечет наказание в виде лишения права управления транспортным средством до срок до полутора лет. Ульяновская область далека от морей и океанов. Однако праздник всей страны, День военно-морского флота, отмечается и в нашем регионе. Праздник отмечался в разных уголках Ульяновской области. Нашей съемочной группе удалось побывать на открытии памятника военным морякам в рабочем поселке Майна. Его бывшие моряки, живущие в районе, установили собственными силами при поддержке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Павел Половов подробнее. Проливной дождь, прошедший в День военно-морского флота, не напугал ульяновских моряков, привыкших к воде. В рабочем поселке Майна местные моряки прошли шествие и открыли памятник военным морякам, который при поддержке губернатора установили собственными силами. Шествие по масштабам поселка получилось внушительным. Гостями моряков в этот важный день стали первые лица района. Мы чествуем всех, кто в настоящее время проходит военную службу в военно-морском флоте и с честью, самоотверженностью, отвагой выполняет поставленные задачи, порой ценой своей жизни. День ВМФ отмечается в майне всего в третий раз. Инициаторы его проведения и мастера, создавшие памятник, те, кто в разные годы служил во флоте. Теперь этот праздник стал для многих родным и семейным. И мы проводим праздники. День ВДВ, день пограничника. А вот день ВДВ для меня особенный праздник, потому что мой муж является организатором этого праздника. И плюс главный инициатор по благоустройству памятника в Майнском районе воинам-морякам. Мы чтим все традиции моряков, и мы очень рады, что это не забывается. Военному морскому флоту быть за такими людьми, как наши моряки, мы можем быть спокойны за свое будущее. Моряки стар и млад довольны работой над памятником. Кто-то варил флагшток, кто-то заливал постамент, камень основу композиции помог заполучить губернатор Сергей Морозов, в прошлом и сам проходивший службу в Тихоокеанском военном флоте. Благодарности инициативной группе и губернатору можно было услышать практически от каждого. Спасибо большое всем, кто этот праздник организовал. Всем удачи. Поздравляю всех с нашим большим военно-морским флотом, всю страну, всех моряков. Вот с нами Бог и Андреевский флаг. Отмечать такие праздники можно и нужно, поэтому даже те, кому из-за возраста сложно ходить, пришли на площадь. И невзирая на погоду, дарили живую память и бодрое настроение. Морфлот делает из мальчишек настоящих мужчин, считают они. Я пошел к пацанам, как говорится, после школы. Оттуда я уже пришел. 24-й год меня был, возмужал. Стал мужчиной, как говорится. Ну, все нормально. В общем, сразу поступил в институт ульянский. Я сейчас просто закончил работу. Живу здесь, в Гонсово. Инициаторы праздника, авторы памятника и душа военно-морского движения в районе. Это Сергей Кузнецов, Александр Никин, Алексей Макеев, Александр Михайлов. Активисты не хотят останавливаться на достигнутом. Дело это считают общим. Установка памятника и проведение ежегодного праздника – общая заслуга, как они говорят. Ребята считают, что море, хоть и далеко, забывать его нельзя. Все, кто сегодня на праздник, и все помогли, кто, как, кто. Мы наше движение будем развивать. Сейчас собираемся, как бы музейный двор на туда встраивать, чтобы у нас, как бы, был центр насуга. Ну, не то, что насуга, центр встречи. И, действительно, делись. Где мы могли поделиться? Нашим боевым, боевым прошлом. Да, да. Действительно. Будет помочь кому-нибудь в будущем. Все-таки это же банда. Конечно, да. И, действительно, одна из задачей в пределах этого праздника, чтобы молодежь знала то, что вы есть, участвуем. Мы служба в рядах. Поэтому, что это почет и уважение. На все остается жить для каждого человека. Слава, ВМР! Павел Половов. Специально для Управда ТВ. Благоустройство сквера на улице Промышленной завершат к 1 сентября, а еще 11 участков городских дорог к концу года. Глава региона проконтролировал ход ремонтных работ дорожного полотна на севере и в центральной части города, а также благоустройство скверов на улицах Промышленная и 12 сентября. С раннего утра в воскресенье в сквере на улице Промышленная кипела жизнь. Дворники торопились убрать сухостой, дорожники сыпали и ровняли гравий. Чиновники еще раз сверяли с графиком работ, а местные жители ждали приезду губернатора в рамках его рабочей поездки. Выбранная старшая по эспланаде Ольга рассказала нашей съемочной группе, что благоустройство этого сквера люди ждали давно. Все сдвинулось с мертвой точки лишь после вмешательства главы региона. Конечно, это все отличается. У нас тут были почти заросли, можно сказать, джунгли. Но сейчас все это так преображается, людям нравится, сердца наши довольны. И мы очень благодарны подрядчикам и всем нашим руководителям города Ульянска, которые занялись нашей именно вот этой местностью. Работа в сквере уже проделана большая. С унием месяца после проведения торгов подрядчикам вырублен весь сухостой, вывезена тонна мусора, сделаны качественные асфальтобетонные дорожки, поставлены новые современные фонари и безопасная детская площадка. В планах на всей территории разместить лавочки и урны и разбить цветники. Будут установлены маф, детские площадки, тренажеры. То есть парк обновился, вырубили часть аварийных деревьев, кустарники, заросли, поросли. Работы ведутся, ориентировочный срок сдачи, ну я думаю, к сентябрю месяца мы постараемся его полностью сдать. Глава региона лично оценил качество проведенных работ и порекомендовал чиновникам больше прислушиваться к мнению народа, поскольку нужно заниматься благоустройством комплексно, не забывая про прилегающие дворовые территории. Такой же совокупный подход, как отметил Сергей Иванович, должен быть и в концепции скверостроителей на улице 12 сентября. Отремонтированные дорожки, красивые фонари, детские площадки – это хорошо, но должна быть общая идея, объединяющая всю композицию парка. Чтобы фотографии почетных строителей, а то вот мы там переживаем, там Максимовых, там Девизонов, все. Ну вот они здесь же должны быть, никто же их не знает. Они, в большинстве своими людьми были бы весьма скромные, если кого нет сегодня. Да и которые сегодня есть, хотя построили огромный город, вот если бы здесь поставили бы сейчас, ходили бы дети, ходили бы там взрослые, смотрели, ух ты, здорово. А потом непонятно, сделали одну конструкцию и бросили. Глава региона поручил не затягивать со сроками выполнения работ. Это же замечание касалось ремонтных работ на улице Спаской, где дорожники положили вравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Следующий этап – поднятие ливневых решеток и колодцев. Кроме этого, по улице Тимирядева Ульяновск электротранс уже завершает замену рельсово-шпальной решетки. Так, по национальному проекту, безопасные и качественные автомобильные дороги только в этом году отремонтируют 11 участков городских дорог. На данный момент работа выполнена наполовину. Наталья Чумаченко, Юрий Ломаток. Новости Управда ТВ. Тем временем на севере Ульяновска на полтора месяца перекроют дорогу. Завтра, 30 июля, вплоть до 15 сентября будет прекращен проезд от дома номер 17 по улице Верхнеполевой до дома номер 31 по улице Кооперативной. Связано это с проведением ульяновским филиалом Т-плюс ремонтных работ на тепловых сетях. Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. В рамках муниципальной программы развития физической культуры и спорта были проведены ремонтные работы 30 хоккейных кортов города Ульяновска. Несмотря на то, что работы завершились в состоянии, кортов остается на контроле. Силами районных администраций площадки ежедневно расчищают от мусора. С благоустройством помогают ребята из трудовых отрядов агентства городских инициатив. Активисты окрашивают корты, убирают мусор и сухую траву. В хозяйствах Ульяновской области проходит уборочная кампания. Земледельцы приступили к уборке озимой пшеницы, однолетних и многолетних трав, а также технических культур. Наша съемочная группа побывала в Корсунском районе. Рабочий день фермеров в уборочную эстраду начинается в 6-7 утра. Завтрак – осмотр комбайна на исправность и в путь в поле. Обед подвозят сразу на рабочее место, чтобы не терять время. Погода может преподнести любые сюрпризы. Поэтому земледельцы стараются как можно раньше завершить уборочную. До скольки, Михаил Николаевич, работают? До 11. Вечера, да? Да. То есть страда, она и есть страда, так и называется. По-моему, они приходят в час ночи. Пока комбайны ставят, пока развезут их по домам. В Корсунском районе в первую очередь приступили к уборке технической культуры рыжика. Следом перешли на пшеницу. Включились пока не все хозяйства, но постепенно включаются. Сейчас работают 6 хозяйств на обмолоте озимой пшеницки. Уже обмолочено 1000 гектар. В хозяйстве Агринвест Плюс озимую пшеницу убирают с площади в 150 гектаров. И, как показывают лабораторные исследования, урожай имеет высокие хлебопекарные качества. Задача – вот в эти оптимальные сроки, пока есть нормальные погодные условия, все работы завершить и выполнить качественно и в оптимальные сроки. На данный момент уборка началась во всех муниципальных образованиях области. Зерновые и зернобобовые убраны с площади в 44 тысячи гектар. Урожайность составляет почти 30 центнеров с гектара. Хозяйство уже выполнили план по заготовке сенажа. С сопережением темпов прошлого года подготовлено больше 85 тысяч тонн. Начинать благоустройство общественного пространства нужно с технического задания, а не с хотелок. Глава региона встретился с руководителями ТОС в рамках первой городской мастерской от Центра прикладной урбанистики. Как правильно благоустраивать двор и приусадебные участки – в материале Наталья Чумаченко. В минувшее воскресенье губернатор Сергей Морозов провел совещание по формированию комфортной городской среды с представителями территориальных общественных самоуправлений. Встреча прошла на территории микрорайона «Мостовая». Ведь можно же не только на восьми столах в теннис играть, ведь можно в нескольких столах сделать шахматные доски, и играть и в шахматы, и в шашки. Значит, можно сделать на каком-то столе что-то похожее на нарды и играть в нарды. Да максимум мероприятий можно проводить. Но если в это будут вовлечены люди, лидеры общественного мнения, вот такие, как вы. Глава региона вручил благодарственное письмо местной жительнице Ольге Арясовой за вклад в развитие благоустройства микрорайона «Мостовая» и поставил остальным ее в пример. Женщина самостоятельно сделала из своих 24 соток домашний лес современным ландшафтным дизайном. Теперь приходят на экскурсию крадушные хозяйки не только соседи, но и дети из близлежащих школ, чтобы увидеть красивые растения. У меня большой участок, вот я все начала делать на своем участке. А потом как-то вот собрала жителей с нашей улицы, сказал, давайте наведем хоть немножечко порядок, приведем улицу в порядок. Ну, люди у нас хорошие, вышли все, работали. Так вот потихонечку улицу приводим в порядок. О правильном взаимодействии между обществом и властью, современных тенденциях и концепциях урбанистики, науке, посвященной развитию городских систем, рассказал лидером общественного мнения приезжий гость. Главная идея лекции в том, чтобы при комплексном благоустройстве отдельной территории начинать с малого и двигаться к более сложному. При этом общаться и взаимодействовать друг с другом. По мнению эксперта, важно озадачиться техническим заданием, а не хотелками. И мастерская у нас придумана как, прежде всего, коммуникационная технология, просто она сложная. То есть, это кажется, что просто мы здесь что-то пили, мы общаемся, придумываем. Если посмотреть весь технологическую цепочку, от разработки идеи до реализации сценария в течение трех дней и еще его использования, то это фактически полноценный цикл исследования, проектирования, изготовления и тестирования в замкнутом ключе, причем с теми, кто это будет пользоваться. Напомним, проект «Открытая городская мастерская» прошла с 26 по 28 июля на территории ТОС «Мостовая Слобода». Цель первой городской мастерской – вовлечение жителей в разработку и создание общественного пространства. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ. А теперь коротко о том, что произошло сегодня в Ульяновской области. Сокращение на УАЗе не согласовали с региональной властью и трудовым коллективом. Речь идет о сокращении тысячи работников. Сергей Морозов предложил провести заседание трехсторонней комиссии по этому вопросу и впредь решать все подобные вопросы только на ней. В этом году День знаний выпадет на выходной день. В связи с этим власти некоторых регионов нашей страны решили перенести начало учебного года на понедельник 2 сентября. Министерство образования и науки Ульяновской области намерены дать старт новому учебному году традиционно 1 сентября. Правда, добавили, если поступит общая разнарядка из Федерального центра о переносе, дата сместится на понедельник. Точную же дату торжественной линейки объявят на августовских родительских собраниях. В Ульяновской области 2020 год станет Годом молодежи. Сергей Морозов поручил провести ряд встреч с молодежью, обсудить события тематического года. Кроме того, будет разработан областной закон о молодом специалисте, где будут определены меры поддержки молодежи. С 1 августа во всех отделах ЗАГС по Ульяновской области вводится новая услуга. Повторные справки и свидетельства их владельцам начнут выдавать по месту жительства. Завтра в Ульяновской области ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит 15-17 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное. Ультрафиолетовый индекс высокий. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале управда.ру. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok